Меня зовут Александр Мирошниченко, я занимаюсь спортом. Желание быть большим и сильным, и пока еще никуда не делать. А я вешу 140, и я большой бородатый мужик. Пузо, кстати, тоже растет лучше. Я такого не говорил. Здравствуйте, меня зовут Александр Мирошниченко, я врач-мануальный терапевт, по совместительству тренер по силовой подготовке, также выступающий спортсмен, ну и с недавнего времени еще владелец зала «Строммэнхаус». Вообще расскажите, как вы пришли в спорт? В спорт я пришел чуть позже, чем хотел бы. Спорт – это такое дело, которое чем ты раньше начнешь, тем больше добьешься. Я пришел в целых 17 лет. Я уже закончил школу, поступил в медицинский университет в городе Владивосток, соответственно. Уже приехал с Камчатки, где я вырос, где и закончил школу. И не знал, чем себя занять. И, скажем так, меня мои друзья уговорили пойти в тренажерный зал. Начал знакомиться с этой культурой. Услышал о таких знаменитых спортсменах, как Владимир Турчинский, и еще о некоторых. И, наверное, это вот развило во мне желание быть большим и сильным. Собственно, уже больше 20 лет с тех пор прошло. Желание быть большим и сильным пока еще никуда не делось. Поэтому в этом направлении все еще работаем. А почему вот вы сказали, что пришли в зал и захотели стать большим и сильным? Почему вот не просто, например, чуть-чуть подкачаться? Особенно в 17 лет хочется ставить большие цели. Когда ты вырастаешь, где-то семья, где-то жизнь сама, где-то даже близкие друзья, может быть, не близкие, они потихонечку все берут ножницы и режут нам крылья. И самый главный навык для человека – это беречь огонь в душе. Подъемную силу мечты не терять. Это очень важно. Но не у всех это получается, к сожалению. Но в 17 лет мечтать хочется минимум чемпион мира. Никаких там типа «ну я сейчас подкачаюсь для себя». Никаких вот таких полумер. Это во-первых. А во-вторых, как я считаю, сила – это основное качество мужчины. Основное. Из силы идет способность решать вопросы какие-то. Из силы идет ответственность. Что вот вы, женщины, очень любите. Из силы идет щедрость. Из силы идет умение прощать. Ну, допустим, есть там у тебя любимый мужчина. Ты там пришла, там что-то истеришь. А он сильнее. Он тебя просто обнял, живет, пока это все кончится. И просто продолжает тебя любить. Потому что сила, она так вот помогает мужчинам. Поэтому сила помогает и деньги зарабатывать. То есть мы сейчас говорим не только об физическом аспекте. И в том числе о ментальном аспекте. Еще как древние говорили, да, в здоровом теле здоровый дух. Я не разделяю силу физическую и ментальную. Мы обязаны совершенствоваться в обоих направлениях. Но в 17 лет, конечно, привлекала больше картинка. Поэтому тогда я думал больше о физической силе. И, пожалуй, вот именно поэтому, по совокупности всех этих факторов, захотелось быть большим и сильным. Плюс, когда ты большой, для мужчины, опять же мы говорим. Если ты огромная женщина, ну, не всегда это хорошо. Если ты большой, крепкий мужчина, ну, жизнь становится проще. Холодильники не бывают тяжелыми. Стиральные машинки не бывают уже тяжелыми. Диваны не бывают тяжелыми. Недавно с пациенткой разговорились. Она рассказала, что у нее очень проблематичные отношения с таксистами, например. А я стою такой и думаю, как так? То есть я на такси много езжу, много езжу. Я только вспоминаю, да, у меня все таксисты вежливые. А потом мы понимаем просто, что она весит 50, она девчонка. А я вешу 140, и я большой бородатый мужик. И у меня реально, у меня все таксисты вежливые. То есть понимаете, вот о чем речь? Поэтому для каждого мужчины, я считаю, быть большим и сильным – это важно. Кто-то поспорит, кто-то нет. Но вот мое мнение такое. И уже в 17 лет мне захотелось этого добиться. Хорошо. Вот вы захотели стать большим и сильным, да? А расскажите, как тогда пришли, вот что такое силовой, во-первых, экстрим вообще? Что это? И как вот приняли вот вообще решение участвовать первое свое? Ну, опять же, это было довольно-таки давно. Это был то ли 9-й, то ли 10-й год, 2009-й, соответственно. Я тогда уже на тот момент занимался спортом, пауэрлифтингом в течение примерно 7 лет. Уже какую-то базу имел, какие-то амбиции. И вопрос не стоял, идти или нет. Вопрос стоял по-другому. Так, кто-то что-то проводит, ну-ка я пошел. То есть, хотелось себя показать, себя проявить. Первый, кто взял на себя в Приморском крае вот эту вот роль организации соревнований по силовому экстриму, это был спортивный деятель такой, Петр Агдесович Пургин. Он, если память не изменяет, пару лет этим позанимался. Дальше подхватил Михаил Погодаев. И, соответственно, потом, с 2011 года, я этим занимаюсь. Соревнования по силовому экстриму. Что такое силовой экстрим? Силовой экстрим – это дисциплина, которая как раз-таки и создана для того, чтобы а. оценить, кто же самый сильный, и б. развить эту силу в любом человеке. То есть, как спорт – это то, что развивает, а соревнования – это то, что экзаменует. То есть, позволяет выяснить, кто же самый сильный. Чаще всего силовой экстрим программы соревнований состоит из пяти-шести, у нас называется ивент, то есть события, по сути упражнения. И эти упражнения, они делаются на разные качества, на разные части тела. То есть, в одной соревновательной программе, скорее всего, будет большая нагрузка. Где-то будет на спину, на руки, где-то, может быть, даже на силовую выносливость. Где-то нужно будет с чем-нибудь на плечах побегать. То есть, совершенно разнообразные нагрузки. Вообще, силовой экстрим – довольно-таки молодое направление. В России в 2000-х годах оно появилось благодаря Владимиру Турчинскому. И, собственно, термин силовой экстрим он придумал. А вообще в мире это все называется «строгмен». То есть, сильный человек, дословно, силач. Тут даже татуировочка имеется, чтобы не забыть. В 1977 году Дэвидом Уэпстером это все дело было придумано как испытание для сильнейших людей. И туда уже начали входить такие разнообразные испытания. Как классическая штанга, так и какие-то отягощения. И машины поднимаются, машины таскаются. Различные бревна, коромыслы, много разного инвентаря. А кто вообще может участвовать? Всегда перед соревнованиями выкладывается соревновательная программа. Соответственно, всегда у нас так принято на совести атлета все. То есть, просто если ты согласился на участие, ты должен тянуть программу. Но бывают казусы, конечно, когда человек приходит, да я тут сейчас всех победю, и вообще ничего сделать не может. Но в будущем мы к такому человеку обычно очень осторожно относимся, потому что это не смотрится совершенно. Он как бы и себя позорит, и идею позорит. Ну, не надо так делать. А в целом, хоть кто, абсолютно любой человек, ну, чаще всего это тяжеловесы из других видов спорта, таких как тяжелоатлетика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, еще в меньшей степени, но также присутствуют ребята тоже очень развитые, крепкие, из вольной борьбы. Ну, тоже обязательно, не 50 килограмм, да, а килограмм 120 хотя бы. А бывали такие случаи, когда, например, вот смотришь, он как бы не такой большой, но он как бы тягает хорошо? Не-не, таких случаев не было, и в силовых видах спорта такого, ну, практически никогда вообще быть не может. Силовые виды спорта, они не про прорыв, они про долгую-долгую наработку. Это где-то вот в плавании такое бывает. Человек пришел, вот он надаренный, его сезон потренировали, техники научили, и он прям выдал результаты все-таки, ничего себе, выиграл. В боевых искусствах такое бывает, особенно, когда переходит из смежных каких-то. Он, допустим, был посредственным кикбоксером, но у него руками работа хорошая была. Тут ему технику хорошую поставили руками, вывели его на ринг боксерский, и он выстрелил, он показал серьезнейший результат. Такое бывает. В игровых видах спорта такое бывает. Там какой-нибудь пацан там увлекался всю жизнь футболом, тут его взяли на серьезные тренировки, и он действительно в команде, при хорошем тренере, вот опять же выстрелил. А в силовых видах спорта у нас тоже бывает, когда кто-то выстреливает. Но это выстреливание идет не сезон, а лет 5-6. И это считается быстро. А вот есть ли девушки в этом виде спорта? Есть в этом виде спорта девушки, но нужно быть очень ментально устойчивым человеком, чтобы назвать их девушками. Вот. Скажем так. То есть, если мы смотрим международную арену, ну, там девчули такие килограмм по 120, и они имеют очень много достоинств, безусловно. Они очень красивые, но, скажем так, женственность они позабыли. Но как спортсменки, они, конечно, безусловно, очень интересные, выдающиеся. Если брать соревнования местного уровня, то здесь у нас мы проводим тоже для девчонок. Веса серьезные, облегченные. И девушки у нас похожи на девушек, к счастью. Но это скорее больше такое, как, знаете, как добавление к основным соревнованиям. То есть, девчонкам здесь не сильно нравится. Работа действительно очень тяжелая. Иногда, к сожалению, очень травматичная. И девчонки не задерживаются. И чтобы действительно много поднимать, ну, здесь, собственно, вес очень важен. А мало кто из девушек отличается желанием набирать, собственно, вес. Ну, честно будем говорить, не всем это и идет. Поэтому у девчонок вот у нас здесь на местном уровне не так много. Но всю Россию серьезных атлеток тоже там найдется. Ну, по пальцам одной руки. Дело в том, что чем силовые виды спорта отличаются? Здесь абсолютно, что тяжело атлетика, что пауэрлифтинг, что силовой экстрим. Здесь абсолютно не важно, как ты выглядишь. Важны только силовые твои показатели, то, что ты показываешь на помосте. И поэтому, сейчас формулирую, высокой мотивации быть нежирным у человека здесь особо нет. И поэтому многие расслабляются и начинают кушать все, что не прибито к полу. И это сказывается на фигуре. Но это необязательное условие. Ну, так просто легче. Когда любой человек, который занимается спортом, когда ты находишься в профиците калорий, ты быстрее восстанавливаешься, и у тебя результат растет лучше. Пузо, кстати, тоже растет лучше. Но обычно, говорю, в нашем виде спорта они не замечают это все дело. И складывается впечатление, что это обязательное условие. У вас все толстые. Нет. Просто немножечко ленятся сидеть на диете. И если мы говорим про мужчин, то такие вещи мужчинам часто сходят с рук. Не могу сказать, что это справедливо, но чаще всего сходят. Вот смотри, какой солидный. Вот у него авторитет. Да, большой. Про женщин обычно так не говорят. Обычно говорят немножко более обидные вещи. Поэтому женщины все-таки больше стремятся быть стройными и худыми. А на этом фоне серьезные силовые результаты показывать крайне трудно. Поэтому девчонок все-таки немного. Я думаю, в этом основная причина. Потому что даже в том виде спорта, который не подразумевает эстетику, девочки все равно девочки. Девочкам все равно хочется быть красивыми. И это нормально. То есть девушка не может поднять шину? Или там хотя бы шину от колеса? Все может. В целом, по большинству силовых показателей у мужчины идет Х2. Если мы говорим топовые результаты. Понятно, что очень тренированная девушка будет поднимать больше, чем не тренированный мужчина. Это однозначно. Но если мы говорим очень тренированную девочку, сравнивая с очень тренированным мальчиком, то он примерно все равно раза в два будет сильнее. Если мы говорим про поднимание машин и так далее, тут ведь понимаете, что разные конструкции, разные рамы бывают. Например, в Хабаровске у ребят мы трехтонный джип передом поднимали на их раме раз на десять. Сколько человек было у вас? Один. Каждый в одиночку смысла. То есть, грубо говоря, можно ручку? Если у них, говорю, рама такая, что вот здесь ручка и джип закатывается, вот так покажем на камеру, чтобы видно было, джип закатывается вот сюда колесами и вот рама поднимается, по сути, приподнимается только передние колеса и то чуть-чуть, то у меня рама такая, что машина закатывается вот сюда, в середину рамы и нужно реально пол машины поднять. То есть, видите, в чем дело? Это рычаг важен. То же самое в буксировке какой-то техники. Будет маленькая ямка, будет маленький склон, либо маленький подъем, это очень сильно чувствуется. Поэтому это важнее, чем вес. И если хорошо настроить упражнения, скажем так, конечно, девушка со всем справится. Вы там поднимаете машины, да, там колеса. Что вообще вы делаете на соревнованиях? Что скажут? А, в смысле? То есть обычно основных упражнений у нас где-то 20-25. И на каждое соревнование организатор берет 5-6 упражнений и вот говорит, допустим, за два месяца. Ребята, вот такие упражнения мы готовимся. Все готовятся. Что самое необычное было? Однажды я в военной терминологии не сильно силен, но мы бегали держа за гусеницей это этот импровизированные ручки были приделаны с артиллерийским орудием. Еще дождь был ужасный, почти колодка воды была в уссурийске. Вот мы это все делали, делали там. Самое необычное пожилое это было. А сколько вот нужно заниматься, чтобы вот уже пойти поучаствовать в соревнованиях? Никто не скажет, потому что заниматься-то по-разному можно. Берем трудолюбивых людей, то есть человек, допустим, хорошо занимался, но года через три можно попасть на любительский, не любительский, мы это называем соревнованием для начинающих. А есть ли какой-нибудь секрет может быть? В кавычках секрет это обязательно жесткий режим, жесткая диета, регулярные тренировки и много времени нужно посвящать навыку уметь включать и чувствовать свое тело. Потому что иногда бывают, особенно на выезде там где-нибудь у нас вот в России свои немножко традиции, в тот же Китай мы едем на соревнования, там немножко другие традиции, немножко другие снаряды и нужно очень быстро адаптироваться к новым снарядам. И вот здесь этот навык очень пригождается. Влияет как-то на здоровье? Безусловно. Спорт очень сильно укрепляет здоровье. ошибки в спорте они могут стоить опять же здоровья. Но я всех умоляю просто не думать и не связывать спорт с вредом для здоровья. Это не так. Просто на секундочку задумайтесь, в чем цель спортсмена. Одна. Всего одна цель у спортсмена. Нужно прогрессировать. Вопрос. Если травмируешься, ты будешь прогрессировать? Нет. Ты откатишь. Вопрос. Травмы спортсмена нужны? Нет. Ему нужно быть здоровым, чтобы прогрессировать. Какие-то проблемы с внутренними органами. Они помогут прогрессировать? Нет. Они наоборот откатят. Вопрос. Выгодно ли спортсмену иметь проблемы с внутренними органами? Нет. Спортсмену выгодно быть максимально здоровым. Вот это цель любого спортсмена. Быть здоровым. Но иногда чаще азарта спортсмены могут травмироваться. Но это проблема не спорта. Это проблема спортсмена. Потому что ему план тренера написал жестко. Вот так, вот так, вот так. А он вот так, вот так, вот так сделал. Такой еще надо накинуть. Прет же, Нужно понимать, что спорт это всего лишь инструмент. Это как молоток. Две ситуации. Берешь молоток, к стене гвоздь прислоняешь, бьешь ровно по шляпке, не промахиваешься, забила гвоздь. Вопрос, молоток полезный? Да. Нет. Вторая ситуация. Берешь гвоздь, молоток, промахиваешься по шляпке, разбиваешь себе пальцы жестко так, ломаешь прям их. Молоток вредный или полезный? Вредный? Нет. Ты вредный. А молоток, он как был инструментом просто так и остался. Он не вредный и не полезный. Вот поймите, что спорт это тот же самый молоток, это всего лишь инструмент. Можно при помощи спорта оздоровиться, а можно поломаться. Но это проблема не спорта, это проблема того, кто пользуется инструментом. Несмотря на это, азарт, который чаще всего вредит спортсменам, вот в этом примере мы говорили про инструмент, что спорт это инструмент и чаще всего он вредит только потому, что спортсмен азартен. Именно этот азарт изначально и привел спортсменов в спорт и он дает силы прогрессировать, он мотивирует этот азарт, то есть он не во всем плох. У кого слишком мало азарта, он вроде бы не рискует, но он и не прогрессирует. У кого слишком много азарта, он слишком часто рискует, и травмируются. Нужно, как и во всем, золотую середину иметь. Азарт нужен, но не слишком много. Вот если вот ответить вот так вот можно. Поэтому в спорте все-таки это важно. Но спорт это не только ведь про физику, это про ментальность. И иногда он позволяет открыть внутри себя грани новые. В Афинах была Олимпиада, и в дзюдо у нас выступал Дмитрий Носов. И так получилось, что за выход в полуфинал, получается, да, за выход в полуфинал, когда была схватка, ему руку сломали. И то есть его уже все подходят, поздравляют, что в полуфинале он бороться не может. Там не за первое, второе, там другие борются, а он за третье, четвертое должен был бороться. Соответственно, у него рука сломана, его поздравляют уже с четвертым местом. На Олимпиаде под дзюдо это очень престижная награда, четвертое место. Конкуренция просто бешеная, весь мир собрался. А он говорит, я просто не могу сдаться. И представляете, ощущение человека, он потом в интервью писал, что я просто шел умирать. Он со сломанной рукой идет бороться за третье место. Со сломанной. И выигрывает. И до такого дойти, до такой ментальной концентрации, это невозможно сразу. До этого только дорасти можно. И на это решиться нужно. Это много факторов. Но о чем здесь речь? О чем я хочу сказать? Что спорт это не только физика. Спорт это еще и как раз таки мы говорили вначале про силу. Это сила духа в том числе. У меня была ситуация. Это был восемнадцатый год. У нас были соревнования на титул самого сильного человека Дальнего Востока. Или нет. Или это был турнир. Турнир был Big Boss Pro. Мы его назвали. И за тринадцать дней до соревнований на одном из упражнений я бицепс порвал. Ну то есть, тут гематома такая огромная. Все такое надутое. Черная хрень такая вместо руки. Вот. И тоже все такие звонят. Что такое? Что случилось? Я такой, ну вот порвал. Все такие, ну что ты там? Жаль, конечно, что сняться пришлось там с соревнований. Ты же так готовился. Все такое. Я такой думаю, ну да, жаль. День-два прошло. А я не могу. У меня тогда еще волосы были. Волосы поправить не могу. Я этой рукой есть не могу. Она вот так просто висит. Левый все делал. Оказалось, что банально, оказывается, футболку неудобно одевать, когда рука не двигается. Вот. И где-то дня через два, а через три, когда уже осталось до соревнований десять дней, как раз таки я прочитал ту историю про Дмитрия Носова. И подумал, ну а если он сделал, а что я не могу? И вот, наверное, самый вот спортивный характер проявляется, когда никогда у тебя солнечно. не когда у тебя все хорошо, все классно. А когда, грубо говоря, по радио передали штормовое предупреждение, сказали, что нельзя выходить из дома. Прям вот нельзя. И ты такой сидишь, ах так, нельзя. И вот здесь вот начинается вот оно уже. Ну и что? Пошел и выиграл. Вот. Была безумная конкуренция. 12 атлетов сильнейших со всего Дальнего Востока. Ну, тем не менее. Больше всего меня поддержал, к сожалению, не семья. Семья в тот момент, как бы наоборот, подотвернулась от меня. Дружочек, если у меня такой хороший. Юра Черненко. Он такой подходит, чисто, знаете, вот. Женщины жалеть начинают. Мужчины по-другому поддерживают. А ему уже под 50 лет, он такой опытный взрослый мужчина. По плечу хлопает такой. Ну, ты, говорит, решился, конечно, молодец, говорит. По плечу хлопает такой. Показывает, как рука. Я такой говорю, да так себе. А она еще толком не шевелится. Вот. Говорит, ну, ничего, если окончательно дорвешь, я тебе операцию оплачу. Поддержал за то. Поддержал. Я и говорю, поддержал. Самое главное в таких случаях, если решился, надо уже до конца идти и не жалеть себя. Как идет подготовка к таким соревнованиям? То есть, там вес один, а в зале вес другой. Не, почему? Заранее же известны веса. То есть, ты рассчитываешь план тренировочный. И к этим весам подводишься. То есть, выполняются такие же обычные упражнения, то есть, в зале, правильно? Или как? Конечно, конечно. Допустим, ты знаешь, там у нас первое упражнение было ось Аполлона. Это такая здоровенная штанга, у которой не крутятся втулки. Вот то, что в зале обычно поднимают, втулочки крутятся. И ты ее, допустим, если хочешь закинуть, она немножко на подшипниках прокрутится, и это удобненько будет. А там специально она заварена, и если ее так сильно закинешь, ну, может запястье вывернуть. Поэтому там ее тяжело закидывать. И эту штуку 140 килограмм надо было над головой поднять как можно больше раз. Соответственно, если ты когда-нибудь поднимал эти 140, ты готовишься на то, чтобы эти 140 как можно больше раз поднять. А если ты никогда не поднимал эти 140, то ты готовишься к тому, чтобы хотя бы один раз ее поднять. Но в любом случае ты вес знаешь, к чему ты готовишься, и ты потихонечку себя на это дело тренируешь. И в процессе подготовки уже видно, справишься, не справишься. Что самое тяжелое было? Что вы поднимали? Самое тяжелое? Не поднимали мы, мы поезда таскали. Вот там, блин, две недели просто в себя приходишь после нагрузки. Да, очень тяжело было. В одного? Мы и в одного таскали, но и вдвоем тоже в паре, в сцепке. А, ну, например, в соревнованиях нахвата иногда клеем пользуются. Да. В смысле, к чему-то? Ну да, допустим, вот, какой-нибудь колодец там нужно пронести. Это такая конструкция металлическая с ручками внутри. Человек, допустим, канифолью намазал руки. Это такой не сильно жесткий клей. То есть не суперклеем, да? Хватит, и такой пошел, типа, довольный. Само собой, а там, допустим, задание, кто дальше пронесет. И у него получится дальше пронести, потому что он прям приклеился. У него руки почти меньше разжимаются. То есть, ну, мы-то знаем, поэтому всегда руки проверяются. То есть на руках должна быть максимум магнезия. Иногда, например, в тех же шарах, это камни мужества, это камни атласа, да? Там клей восковый используется, это как норма. То есть он кусок гладкого бетона, 50 сантиметров в обхвате. И чтобы большой вес поднять, там, ну, только приклеивается. Там вот так вот рука мажется клеем. Там это нормально. Но в условиях всегда пишется. Можно, нельзя. Есть, например, резиновые футболки используются. То есть есть, например, упражнение, такое бревно называется. Его закатывать тяжело очень. Там килограмм 150-170 берется, например. А если у тебя майка в такую резиновую пупырку, ну, будет легче. Поэтому всем выдается на соревнованиях футболка, и мы говорим как организаторы. Ребят, свои футболки нельзя. Вот у всех одинаковые. Ну, и вот такие вот вещи. То есть ничего такого криминального. Но в определенных условиях такая вот нечестность может дать помощи и несправедливо кого-то вывести вперед. Ну, вот. А мы всегда за справедливость. Деловой экстрим очень лояльно относится к, например, запрещенным препаратам. Которые в других видах спорта могут быть запрещены. Здесь на это просто никто ничего не смотрит. То есть допинг это нормально. Это все на твоей совести. Тут вопрос был, ты сильный или нет, а не вопрос, на чем ты сидишь. То есть вот такая принципиальная позиция. Ты пришла на автогонки, и у всех в баке бензин. Это честно или нет? То есть это то, что значит все пьют допинг. Вот так. Я только его не говорил. Хочется всем напомнить, что ваша машина сломается, и вы ее выбросите. Ваш лучший ремонт, он все равно обветшает, и придется переделывать. Но если вы сейчас с себя снимете одежду, подойдете к зеркалу, вы увидите то самое тело, в котором вы будете жить до последнего вашего вдоха. Будете жить до последнего удара сердца. Всю вашу оставшуюся жизнь вы проживете в этом теле. Пожалуйста, заботьтесь о нем. Ухаживайте. Поддерживайте здоровье. И обязательно занимайтесь спортом. У кого побольше амбиций, побольше занимайтесь. У кого их чуть меньше, хотя бы немножечко занимайтесь для того, чтобы поддерживать здоровье в этом теле.